Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Особняка Милф. Ребят, вижу, что, ну, есть люди, которые вот прям хотят смотреть. Скажу честно, мне тоже очень шоу нравится. Ну, давайте сделаем так, чтобы YouTube тоже как-то в рекомендации видео продвигал. Не пожалейте лайка, комментария, чем больше комментариев, тогда YouTube увидит, что какое-то шоу рекомендуется. Потому что я смотрю по просмотрам, честно, вот хочется, ну, чтобы и многие люди тоже кайфовали. Вот не могу понять, то ли реально многим не нравится, и нравится только маленькому числу, то ли я что-то не понимаю. Поэтому давайте видео поддержим лайком, комментарием. И садитесь, сложитесь, у нас сегодня новый выпуск. Новый трешнячок. Мы начинаем. Предыдущая серия в Особняке Милф. Дамы, где все мужчины? Давайте немножечко. Погай мне найти свою любовь. Мы ищем любовь, ищем романтику. Я всю свою жизнь шла к этому моменту. О, так ты малыш. А тебе скоро 22, да? Да, мне почти 22. Эйприл зацепила меня с первой же секунды. Может, я смогу показать ей, каково встречаться с молодым. Еще немного, и Джой влетит в морду. Он и близко не подойдет к моей матери. Пора играть в стену секретов. Я переспала с лучшим другом своего сына. Это неприемлемо. У меня была оргия с семью женщинами. Может, это моя мама? Мой секрет заключается в том, что я переспала с твоим лучшим другом. Мои чувства сильно задеты. Этого я не ожидал. А у того был конъюнктивит. Не думала, что все так обернется. Надеюсь, он простит меня. От того, что попку лизал. Ты уже встречался с женщиной постарше? У меня глаз на Хосе еще с первого дня. И я пойду до конца. Кола? Да? Я пойду на свидание с твоим сыном. Когда? Келли неподходящая девушка для Хосе. В этом я уверена на все сто. Хосе, ты заметил, что Келли не отводит от нас глаз? Я не знаю, о чем они говорят. Может, они обсуждают нас? Да. Кончайте с испанским, мы не понимаем. Большинство не знает, о чем вы говорите. Она становится монстром. Вы держите нас за идиотов. Вот что вы делаете. Нет, нет, она буквально орала мне в лицо. Надеюсь, ты оставишь Келли в покое. Она монстр. Да пошли они. Да, вот на этом мы закончили. Давайте, особняк мил. Я уже перегибаю палку. Теперь мне захотелось блинов, хотя я уже взял себе кисадилью. Я расправился почти с двумя блинчиками. И мне сейчас кажется, что я переборщил с углеводами. Вчера между мной, Пола и Стефани разгорелся скандал. Я говорю вам кончать с испанским, а вы продолжайте. Алло. Простите, может мне на испанском сказать, чтобы заткнулись нахрен? Да, давайте на испанском. Каяте. Если честно, я уже забила на эту возню с испанским. Мне все равно. Хотят говорить на нем? Пусть говорят. Они остановятся, когда захотят. Я им четко все разъяснила. Но остальное мне плевать. Я решила извиниться и зарыть топор войны, чтобы мы двигались дальше. Вот и она. Привет, как дела? Не хочешь закончить начатое? Что с тобой? Продолжаем разборки? Да шучу я. Люблю тебя. И я тебя. Никакого испанского, да? Глупышка. Я немного сомневаюсь, что Келли искреннее намерение. Может, она хочет сблизиться с нашими сыновьями. Я лучше буду держаться на чеку, на всякий случай. Вот это вот хорошо выглядит своей 46, честно. Вот прям очень хорошо она в 46 выглядит. До конца проекта ты будешь знать все. Вот если сравнить эту 46 и вот эту блондинку в 50, то, как по мне, эта в 46 прям помоложе на порядок выглядит. Супер, люблю тебя. Мама Сита. Скажи Мама Сита. Мама Сита. Сой уна, Мама Сита. Сой ё, Мама Сита. Пока, подруга. Буквально нет. Нет, нет, конечно. Когда она подошла ко мне, я подумала, она снова начнет орать. Доброе утро. Я извиняюсь за вчерашнее. Извинение Келли дало мне понять, что она достаточно мудра, чтобы признать свои ошибки. Но сейчас я хочу пообщаться с остальными женщинами тоже. Я слежу за Келли, чтобы убедиться, что все в порядке и никто не остался в беде. Я и сам справлюсь. Знаю, знаю. Бум. Выпьем за испанский. Знаешь что? Самое забавное в том, что я сама во всем виновата. Потому что я ходила на уроки испанского и бросила на полпути. И как видишь, это обернулось мне боком. Да. А что, если ты познакомишься с горячим жеребцом, который знает только испанский? Будем только заниматься любовью. Как себя чувствуешь, король? Хорошо, брат. Вся эта фигня секретом должно быть заделать тебя заживое. Я думал, черт, наверное, хреново узнать, что твоя мать сделала такое. Просто хотел проверить, как ты. Вдруг ты хочешь поговорить или что-нибудь еще. Самым скандальным секретом точно было про маму Джимми, что она трахнула лучшего друга своего сына. Это жесть. Во-первых, я не знал, во-вторых, я думал, что он был мне лучшим другом. И в-третьих, теперь все об этом знают. Представь себя на моем месте. Я бы психанул. Если ты совершила ошибку или что-то еще, когда я был младше, пофиг. Но для меня было бы унизительно, если бы ты призналась в этом перед кучей незнакомцев. Я бы точно сказала что-нибудь моему сыну заранее, если бы собиралась поделиться этим с другими. Наверное, я бы полетел домой. Я серьезно. Я бы полетел домой. Думаю, ему стоит поговорить о Йон, потому что она застала его врасплох. Если захочется поговорить с кем-то по душам, я всегда готов выслушать. Я просто хочу нажраться сегодня. Мне не хотелось раскрывать эту тайну. Не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Говоришь, не представляешь? А что бы ты чувствовала на моем месте? Я зол. Даже не знаю, как смотреть на тебя и разговаривать с тобой как сын с матерью. У меня чувство, что ты не считала меня своим сыном. Ну, мне очень жаль. Я никогда не задумывалась, каково будет тебе. Шу тебе, Валера, был очень дорог как друг. Давай выпьем. Давай. Люблю тебя. И я тебя, чувак. Пока. Прощайте. Пойдем уже. Адьос. Как победители вчерашнего испытания «Стена секретов», нам с Райаном и Джои была дана возможность выбрать, с кем мы хотим пойти на свидание. Стефани! Я выбираю Полу. Я пойду с Эйприл. Какой именно? Ага, как прошу. Я рад, что иду на свое первое свидание. Наконец-то выберусь из виллы. И проведу время наедине со Стефани. Правда, я впервые на двойном свидании со своей мамой. Это очень не похоже на мою маму. Я с Джои. Ему двадцать. И он настоящий джентльмен, что мне больше всего нравится в мужчина. Они прям в город выехали. Я выбрал Эйприл, потому что мне нравится ее настрой, мне нравится ее энергия. У Эйприл не только красивое лицо, красивая фигура, потрясающий характер, к тому же она еще и мудрая. Она может многому меня научить. Мне очень нравится, что у нее огромный жизненный опыт. Добро пожаловать в Ламе Сарабле. Присаживайтесь. Спасибо. Я заинтересовался Стефани, потому что она кажется очень милой. И еще она нереально красивая. Она кажется порядочной. Как может такое мне заинтриговать? Я выбрал Полу, потому что она очень хороша собой, в ней есть изюминка. Она очень добрая, очень соблазнительная, интересная. К тому же у нее отпадная фигура. Сегодня я немного расскажу вам о мискале. Перед вами три разных мискаля из трех разных частей Мексики. И еще перед вами миска со сверчками. Да, сверчками они съедобны. Можете снять кожу и съесть. По желанию, можете оторвать ножки. На самом деле, я впервые видел, чтобы на стол клали сверчков. Наверное, это седобно. Если я стану их с кем-то есть, то только с Эйприл. Я знала, что они такие... Сверчковые. Они такие сверчковые. Давай же, иди сюда. Некоторые из парней ведут себя очень по-детски. Я восхищаюсь самоуверенностью Райана. Я знала, что он более зрелый, чем остальные. Хорошо, что он позвал меня на свидание. Мерзость. Салют всем. Салют. Это у них водка, типа? О, нет, нет! Что произошло? Открой рот, закрой глаза. Габриэль кидается сверчками, делает вид, что его стошнит и, по общему счету, ведет себя как ребёнок. Для меня это очень неуместное поведение. Не понимаю, что Стефани в нём увидела. Ну, такой пацан, как паташ. Как может взрослая женщина построить с ним серьёзные отношения? Любитель привлекать внимание. Если он так ребячится. В моих глазах она на свидании с большим ребёнком. Это тебе за то, что позвал мою маму на свидание, долбоёб. Джо и та ещё крыса. А теперь он клеится к моей матери. Что мне не особо нравится. Неприятный тип сейчас. Здесь самое интересное. Спасибо. Я хочу быть с Хосе. Я люблю своего сына. Оказывается, Хосе остался для Полы маминым сыночком. Ты когда-нибудь представляла рядом с собой молодого парня? Да, конечно. Что тебе нравится во мне? Твой образ, знаешь, он такой… Думаю, это всё твоя энергия. Я без ма твоих глаз. Они милые. Что насчёт тебя? Почему ты пригласил на свидание меня? Ты была самая красивая. Больше в моём вкусе. Спасибо. Я был бы не против узнать тебя ближе. Я занимаюсь музыкой, я артист. Ещё работаю моделью, я много путешествую. Я бы сказал, что моя идеальная девушка должна быть разносторонне развитая, умная и просто позитивная. Какое для тебя идеальное свидание? Я очень простая. Мне хватит приятного вечера среди свечей. За пять минут общения со Стефани я могу сказать, что она независимая, она сильная, так что я точно заинтересован. За наше дальнейшее общение. Да. Салют. Салют. Я ещё не встречалась с таким парнем, как Габриэль. Он стильный, непредсказуемый. Он очень весёлый, общительный, он просто говорит всё как есть. Мне интересно увидеть, что Бог приготовил для нас. Ох, ты лучший. А что будет от этих сверчков? Срочка. Может это какой-то афродизиак или психоделик? Либо срочка. Я так понимаю, они приносят удачу и любовь. Возможно. Джои та ещё крыса. И сейчас он клеится к моей матери. А он максимально что-то трудно делает. Что мне не особо нравится. Реально, как джентльмен. Я бы в жизни не подумал, что окажусь рядом с такой прекрасной женщиной. По-моему, я самая старая мама в доме. А Джои самый молодой парень. Но он такой милый и внимательный, и чувственный. Он больше ведёт себя как мужчина, чем большинство парней вдвое старше его. Только потому, что в моих водительских правах написано одно, а в твоих другое. У тебя же есть права? Мам, как проходит твое свидание? Всё замечательно. Только не свайпай её. Дай мне спокойно посидеть на моём свидании. Мам! Мам! Это наше свидание, ясно? Мам! Меня Габриэль не волнует. Это я, кто сейчас раздражаю. Ему не нравится, что происходит у меня за столиком. Пацан лучше бы не выпендривался. Однажды я стану его папочкой. Это тебе за то, что позвал на свидание мою мать, долбоёб. Боже, как ребёнок. Мне надоело наблюдать за понтами Габриэля. Я хочу сосредо... Прям вот согласен. Ну прям фу-фу-фу. Но со стороны это так мерзко выглядит. Вот прям, ну знаете, неприятный тип этот вот Габриэль. Вот прям неприятный тип. Вот среди всех пацанов, которые есть, вот его, знаете, сказать, кто самый неприятный, это реально он. Зоточиться на общении с Полой и выжать из этого свидания максимум пользы. Поэтому сказал, а пойдём гулять. Пойдём на улицу. Давай. Спасибо. Не хочешь захватить с собой Эмпанадо? Не в этот раз. Конечно, я считаю Полу привлекательной. Сердцем она моложе своих лет. Спасибо. Давай быстрее, 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 быстрее. Вот почему я хочу узнать Полу поближе. Я не стану есть сверчков. Ни за что, не в этой жизни. Ты многое упускаешь, было очень весело. Я не против, меня это устраивает. Проехали. Давай о серьёзном. Я пригласил тебя, потому что лично ты для меня самая интересная женщина. Ты знаешь свою цену. Я считаю тебя невероятной красавицей. И самое главное, ты прекрасный человек. Это твой главный плюс. Спасибо. Молодец, красиво стелит. Рядом со мной он ведёт себя очень уверенно. Чем меня возбуждает. В общем, какая у тебя цель? Прямо сейчас. А я хочу... Такая патра... Нет, узнать тебя получше. Наслабиться собственной компанией. Ладно. Я очень люблю тебя. Понял. В первую очередь я хочу быть с собой, а потом с кем-то другим. Ладно. Дальше. Я хочу быть с Хосе. Я люблю своего сына. Хосе мой кореш, но... Получается, что он так и остался для Полы маминым сыночком. И после этого я уже открыта ко всему. Значит, такой вопрос. Из всех твоих свиданий на данный момент... Этот был очень хорошим. Я люблю мискаль. Не нужно мне твое дайпять. Я тебе не Джимми. Больше всего вопросов у меня насчёт Полы. Она тут, чтобы встречаться, потому что я тут ради этого. И чтобы увидеть с кем-то будущее, ты сначала должен найти с ним общий язык. Поцелуй в лоб? Нет. В лоб. И если Пола так и будет закрываться, то я с ней долго не протяну. Прям как Мак Рип в Макдональдсе, знаете? Успей попробовать, пока есть время. Ладно, пойдём. Было классно. Сезонное предложение, да? Салют. Салют. Салют, салют. Вот это моя мама. Как тебе тут? Нравится? Да, очень. Я очень открытый человек. Да. На расслабоне. Просто плыву по течению. Я тоже открыта ко всему. А как иначе? Теперь как она уклеится? Отлично провели время на нашем первом свидании у каменного гриба, но после того скандала он шарахается от меня, как от чумы. Я убедилась, что Хосе – маменькин сыночек. Если он ничего не предпримет и просто меня отпустит, то мне придётся двигаться дальше, что я и начну прямо сейчас. Найду новую жертву, да? Так что посмотрим, что там у Билли. Ты уже встречалась с парнем младше тебя? Да. Билли, готовься. А тебе нравится помладше или постарше? Мне кажется, молодые парни более открытые. Они не зацикливаются на каждой... Мелочи. Они не накручивают себя из-за того, что случилось у них в прошлом. Они более свободные. Да. И очень часто бывает, что они лучше понимают, чего хотят от этой жизни. Что насчёт тебя? Для меня возраст не имеет особого значения. Я не считаю его проблемой. Так же, как и тебе, мне тоже важна связь и правильная химия. Одна вещь, которую я обожаю, которая меня заводит, это когда парень делает шаг навстречу и показывает свою заинтересованность. Поэтому я решила дать шанс Билли и посмотреть, что у нас выйдет. Это что, пина? Где моё? Уже в пути. Я сейчас принесу. Спасибо. Спасибо. Без проблем. Какой ты вежливый. Стараюсь, как могу. Выпьем? Выпьем. Свидание с Полой прошло неплохо, но я здесь, чтобы встречаться с дамами, поэтому решил переключить внимание на Стефани. Надеюсь, я смогу и показать другое отношение, нежели от Габриэля. У тебя были женщины с детьми? В моём возрасте для меня это норма. Правда, пытаться спланировать что-то с тобой становится хлопотным делом. Да. Если ты мне правда нравишься, я найду время. Стефани просто от природы сексуальная и очень ухоженная женщина. Она флиртует глазами, и я каждый раз попадаю под её чары. Короче, они тут сеть, ребят. Хоть Стефани и старше, она выглядит очень молодо. Конечно, она привлекательная женщина. Ты пользуешься сайтами знакомств? Было такое. Ты созваниваешься с ними перед встречей? Я извлёк свой урок из этого. Да, свайпу вправо, делаем видеозвонок. Да, покажи себя. Точно. Райану 30, и меня это устраивает. У нас вроде нет трудностей в общении, потому что между нами не так много разницы в возрасте, и я почувствовала химию между мной и Райаном. Я не знаю Райана, но исходя из этих пару дней, у меня сложилось впечатление, что он клеится сразу к нескольким девчонкам. Так что для меня стало ясно, что он... Кобель. Меня не так легко заставить ревновать, но мне кажется, что между мной и Стефани что-то есть, так что я бы посоветовал ему не путаться у нас под ногами. Я очень хорошо целуюсь. Хочешь сама проверить? Да. Билли милый, но его пикапы никуда не годятся. У тебя еда во рту. Ты собирался целовать меня с едой? Прости, но этому не бывать. Я сдаюсь. Типа такой, а-ля, сыночек лузер, я так понимаю. По-моему, Билли симпатичный. Он не совсем в моем вкусе. Ну, маму, ночь сойдет, да? Обычно я встречаюсь с очень общительными тусовщиками, но поэтому мы и здесь, чтобы общаться с людьми, которые до этого не были в нашем вкусе. Познакомиться с не совсем нормальными для нас людьми. Эти такие вкусные. Что творится в твоей маленькой головке? Короче, мне говорили, что я хорошо целуюсь. Но мне нужно, чтобы кто-то сказал, правда это или нет. Господи. Уже пошел пикап. Хочешь проверить? Прямо сейчас? Да. Можешь дать мне секунду? Да. Боже, и ты спрашиваешь. Ты не должен спрашивать. Ты должен просто взять и сделать это. Я джентльмен. Мне очень нравится общаться с Келли, потому что она... Мне говорят, что я очень неплохо жахаюсь. Не хочешь проверить? И смешить меня. Что тоже очень важно. У тебя еда во рту. Ты лез целоваться с едой? Ммм. Милый-милый. И его плохое чувство юмора даже веселит. Но его пикапы никуда не годятся. Подожди минуту. Прости. Выбирай либо я, либо морковь. Не оба. Так не пойдет. Как нелепо. Я поел. Хорошо. Я сдаюсь. Ты меня уделала. Так легко сдаешься? Да. Ты такой смешной. Я не хотела есть твою морковку. Я бы хотел, чтобы мой поцелуй с Келли продлился дольше. Но он только первый. Поэтому был таким коротким и сладким. Что еще у нас тут? Зная тебя, презики для секса на пляже. А есть специальные презервативы для пляжей? Я выбрала, что у него был секс на общественном пляже. А. Да. Все, я полот. Тебе нельзя доверять. Вообще-то тут нет презервативов моего размера. К чему ты клонишь, Билли? Вот это новости. По-моему, сексуально, когда парень не стыдится размера своего пениса. Может, у него есть какая-то безумная дикая сторона, о которой даже Стефани не знает. Билли сейчас вошел в мой список любимчиков. Фонарик. За потрясающее свидание. Да. Будем надеяться, таких будет много. Да. Мы с Билли Классом провели время вместе. Он офигенный. Я люблю его. Он очень-очень милый. Он сказал, что у него большой член. Как тебе такое? Господи, Келли. Он сам это сказал. Смех у него, конечно. Ну уж нет. Так если твой сын сам это ляпнул, что мне было делать? Мне просто стало интересно. Ты знала про это? Господи. Не выходи за рамки цензуры. Честно говоря, я не хочу знать, какое у моего сына хозяйство. Как-то неудобно обсуждать с ней такие вещи. Не верится, что ты это правда сказала. Она наверняка знает, что у ее сына членозавр. Это же ее мальчик. Кто? Членозавр? Боже. Членозавр. Я должна знать. Так ведь? Мне это знать не обязательно. Ну, слишком поздно. Ясно, Келли. Ты первая узнала про это. По-моему, тут только один человек действительно разбирается в сексе. Знает, что надо делать и как взять быка за рога. И это Райан. Это у него оргия была с семью с женщинами? Точно, оргия. Ребята, мне сообщение. Что там? Тут говорится, мамы и сыновья, время зажигать. Мы хотим, чтобы вы придумали танец, который передаст любовь, страсть и похоть. Вы сами будете судьями. И та пара, которая наберет больше голосов, выиграет особое двойное свидание. В клубе латинских танцев. Дело в шляпе пола. О нет, латиносы выиграют. Без сомнений. Харрисон, ты волнуешься? Как себя чувствуешь? Отлично, победа наша. Да, мы хорошо повеселимся. Я беру все на себя. Это мой звездный час. Да. Наклонись вперед. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. История с этим секретом немного ослабила нашу с мамой связь, поэтому нам сейчас трудно работать в команде. Только представьте, насколько мне сейчас должно быть неудобно. Нет, ты должен был наклониться на счет четыре. Он не вкладывает в этот танец душу. Я знаю Джимми. Он не отдает всего себя. Это грустно. Нет. Раз, два, три, четыре. Я хочу победить, но сейчас это будет сложно. Мы пытаемся что-то придумать, но представьте, что хочется завести локомотив, а в нем что-то сломано. Так что нам надо будет очень постараться, чтобы выиграть в этом соревновании. Габриэль, перестань. Не уверен, что он знает, чего хочет от Стефани. Думаю, Габриэлю хочется внимания. Ты не уйдешь от меня. И я уверен, что она больше заинтересована во мне. Погнали. Пошла ревность. Да начнется вечеринка. Да. Для испытания этой недели все мамы с сыновьями должны придумать танцевальный номер, который передаст страсть и похоть. Мы все будем судить друг друга. И победившая парочка может пригласить, кого захочет, на свидание в сальсоклуб. Идем. Поехали. Я не могу жить без танцев. Я просто обожаю танцевать. Супер. Нам надо достать свидание для моей матушки. Если бы вы знали, чего знаю я, вы бы офигели. Шена нет равных на танцполе. Я серьезно. На танцполе меня не остановить. Немного оп-оп бедрами и готово. Мне больше нечего добавить. Мои движения будут говорить за меня. Готовишь итаку? Да. Королева гостиной. Окончи предложение. Я пас. Она отжигает. Она показала всем, на что способна. Думаю, у нас все шансы выиграть. Ну, пока как себе. Назад. А это у них тут какие-то эти... Я и мама обожаем соперничать. И всегда были такими. Мы хотим выиграть, так что наши умы синхронизируются на месте. После этого испытания я понял, что злюсь не на тебя, а на то, что эта история вообще случилась. Но все уже позади. Я не держу на тебя обиду. Да. У меня прекрасная жизнь, мне не на что жаловаться. Так что нет смысла расстраиваться. Прости меня за то, что огорчила тебя. Все в порядке. Это в прошлом, и я надеюсь, что ты простишь меня. Я прощаю. Обними меня. Люблю тебя. И я. Все в порядке, мам. Я вам не знаю. Свою другу у меня больше нет. Прости. Тут прям хак. Ууу! Я положил глаз на Эйприл. Она полна жизни, и я надеюсь, что однажды схвачу ее за руку, потащу зажигать на танцполе со мной. Как сексуально. Мне не терпится увидеть, что для нас приготовил супермайк. Давайте, ребята. Когда я услышал, как нам аплодируют, мне стало хорошо за мою маму, что она может разделить этот момент со мной. Вроде бы. Или нет. Я немного разгорячилась, аж забыла про соревнования. Футболка слетела, и все дамы потеряли головы. Баррисон! Я вся вспотела. Фух. Господи помилуй. Мамочки потекли. Это было офигенно. Надень обратно свою футболку. Момент со снятием футболки был самым запоминающимся событием за все это время. Интересно, за сколько Харрисон станцует мне стриптиз? Ладно, ребята, давайте выбирать. Итак, наш фаворит это... Супермайк и Шарлин. Мы остановили наш выбор на Харрисоне и Шарлин. Давайте, дамы... Увидев реакцию моей мамы, у меня нет другого выбора, как сказать «Шарлин и Харрисон». Шарлин и Харрисон. Прям тут так все. Шарлин и Супермайк. Единогласное решение. Победители. Барабанная дробь. Харрисон и Шарлин. Я видя, типа двое решают на двойное свидание. Я просто в восторге. Понадобилось время, но я, наконец, заполучила свое свидание. На свидание я хочу пригласить Хосе. Хосе! Хосе горячий. Кто знает, что может сегодня случиться после пикантных танцев. Хосе! Хосе! Харрисон выиграл, и все дамы сидят с такими лицами, типа «Выбирай меня! Меня!» Кого он? Я приглашаю. Стефани пойти со мной потанцевать. Короче, я смотрю, Стефани многим понравилось. Ну и же девочка реально такая. 46 лет, получается реально молода. Вначале мне стало немного обидно. Я думал, что показал ей свою заинтересованность развить отношения. Но я четко заявил... Смотрите, там получается такой момент, типа «Мамочка прям пользуется популярностью, которая 46, а вот сыночек как-то с писюном по колено... Так как-то не сильно...» Своих намерениях. И уверен в себе на все 100. Так что не думаю, что кто-то ее зацепит так же, как я. Я уже общался со Стефани, так что когда Харрисон ее выбрал, мне было херово, потому что мы вроде начинаем привязываться друг к другу. И у меня были планы на ее счет, типа «Узнать поближе ее», «Сходить на свидание», «А потом будь что будет». Мне нравится, сейчас секунду делу, перемотать назад, блин, не успел. Бро, мне было херово, потому что мы вроде начинаем привязываться друг к другу, и у меня были планы на ее счет, типа «Узнать поближе ее», «Сходить на свидание». Вот тут вот, мне нравится, как сын сидит, знаете, такой прям недовольный, мама на самом деле на расхват, а он... Ну типа, как бы это, да. Не, а потом будь что будет. В общем, я не был готов к такому повороту. Мы готовы или что? Да. Все готовы потрясти задницами? Уху! Я еще плохо знаю Шарлин, но уже вижу, что она хочет узнать меня ближе, так что мне тоже хочется пообщаться с ней. Будет так здорово. Погнали! Мы справимся. Да, покажи мне как надо. Хорошо? Назад. Хорошо. Назад. А твоя мама схватывает на лету. Да? Честное слово. Теперь ты мой кавалер. Зашибись. Я с радостью. Я чувствую себя сексуальной и своими движениями Хосе еще больше притянул меня к себе. Прямо сейчас имеет значение только сексуальность этих танцев. Класс. Я тоже хочу покрутить тебя. Давай, Харрисон, ты справишься. Я пытаюсь. Представь, что здесь нет твоей мамы. Я не мог перестать смотреть, как моя мама танцевала с Хосе. Я думал про себя. Что я вообще забыл в клубе со своей матерью? Ого, это было весело. Ты немного смущался своей мамой, да? Не то чтобы смущался, просто она там... Танцует с молодым парнишкой. Кто тебе больше всех нравится в доме? С кем мне легче общаться? Да, с кем ты чувствуешь себя хорошо. Не поверишь, но я без ума от характера Сайон. По-моему, она очень классная. Тут ты ляпнул, конечно. Тебя больше привлекает? Должен сказать, что полая. Я думала, он сейчас скажет, ты... Я же говорю, вообще какой-то странный чувак. Ты позвал, типа, барышню на свидание. Такой... И она, типа, пытается получить себе комплимент. Он вообще называет других баб и, типа... Ну, нет, он назвал других дам. Это ясно тогда, почему я на свидании с тобой. Если его зацепила кто-то другая, он должен был пригласить на свидание ее, а не меня. Похоже, у них все супер. Спасибо, что пригласила меня на свидание. Странный тип. Честно, очень странный тип. Ты круто танцевал, так что... Спасибо. Я так привыкла всегда быть за главную, что... Правда? Потому что я независимая. Я должна сделать все сама. Даже не представляю, чтобы... Я шла за кем-то. Но в твоих прошлых отношениях обычно ты делала первый шаг. Или что? Эм... Или когда как? Нет, в таком случае я бы быстро потеряла интерес. Почему? Не знаю. Может, я старомодная в этом плане, но я одинокая мама и привыкла быть независимой. Я всегда должна была позаботиться о всех. Вся ответственность лежала на моей шее. Это я всегда должна была взять быка за рога, поэтому приятно иметь возможность иногда взять перерыв и расслабиться. И дать мужчине побыть за главного. Я устала быть независимой. Я тоже хочу время от времени отдохнуть. Долгое время мне приходилось всеми командовать, но я готова передать управление кому-то другому. У меня совершенно другое мнение на этот счет. Для меня мы оба должны быть наравне. Точно. Чтобы у каждого была своя свобода. Я понимаю, но женщина хочет, чтобы за ней ухаживали. Если ты скажешь мне, хочешь сходить куда-нибудь, то я пойму, что ты заинтересован во мне. Не то, чтобы я жду, чтобы женщина все время делала первый шаг. Точно. Но если и так, то я удивлюсь и скажу, а это клево. Да. Думаю, Хосе начинает понимать мою точку зрения. Но с другой стороны, в глубине души, мне кажется, что он не придает этому значения. Не думаю, что он понимает, к чему я веду, и что это значит для женщины. В романтическом плане я, как женщина, хочу чувствовать себя желанной. Мы классно провели время, но не думают, что между нами проскочила искра. Салют. Давай. Напоследок. Да. Тут реально типа есть аутсайдеры. Среди женщин, ну и среди пацанов где-то в чем-то. Грацесс. По одной на дорожку. Да. Ну как по мне, вот это вот мама не пользуется. Ты бы и пошел танцевать сальсой, или это не твое? Я бы пошел. Пацанов. Ты бы повеселился? Да. Звучит, как миленькое свидание. Весело. Похоже, Стефани ходит на свидание, и она может делать все, что захочет. Но опять же, я немного расстроился, потому что лично меня интересует только она. Что такое? Получается, ты пошла на свидание с Харрисоном. Да. И что это значит для вас? Хотел просто обсудить это все с тобой. По-моему, Габриэль слишком много на себя берет. Мы пришли сюда свободными, мы пробуем новое, мы знакомимся с новыми людьми. Ты не знаешь, кто тебе больше подойдет. А он хитрожопый, да? Господи. У меня ощущение, что Габриэль никого не уважает, потому что как только наступает чья-то очередь общаться с ней, он становится поперек дороги. Ты не уйдешь от меня. Не думаю, что он знает, чего хочет от Стефани. Ему просто хочется внимания. Поэтому он сует свой нос куда не надо. Габриэль, перестань. Хочешь пойти со мной на сноркелинг? Кто? Ты и я? Да. Габриэль мне очень нравится, но я немного в растерянности. Райан мне не соперник, потому что никто меня не переплюнет. Считаете, она уже моя. Как ты относишься к Райану? Больше как к другу. Я думаю, что она больше заинтересована во мне. Сто процентов. Как я понимаю, с каждым нашим разговором Стефани открывается мне все больше и больше. Я начинаю все лучше ее узнавать, но у нас пока не было ни свидания. И думаю, сейчас самое подходящее время исправить это, потому что я хочу еще больше раскрыть ее. Прежде чем с кем-то связываться, я хочу иметь представление, что меня будет ждать в будущем. Я хочу знать, на что подписываюсь. Нужно сначала прочитать контракт, прежде чем подписывать. Хочешь пойти на сноркелинг? Кто, ты и я? Да. Хорошо, идем. Я за. Ну, пойдем тогда. Габриэль мне очень нравится, но я сейчас в растерянности, потому что мы с Райаном мыслим одинаково. Он классный парень. С чего бы мне не пойти с ним на сноркелинг. Погнали. Пока. Райан мне не соперник, потому что я и Стефани идеальная пара. Мы нравимся друг другу. Я думаю, что никто меня не переплюнет. Считай, она уже моя. Такой самовлюбленный, чересчур самоуверенный. Я так давно не занималась сноркелингом. Я очень хотел пойти на сноркелинг, потому что вода тут потрясающая, настоящая красота. Но еще лучше это делать с кем-то, кто тебе нравится, да еще и выглядит прекрасно. Нет. Райан очень заботливый. Он учит меня, как правильнее. Я следую его указаниям, и мне хорошо с ним. Просто плыву по течению. Он полез целоваться, и это было так мило. Это было так мило. А Стефани неплохо целуется. Это не неловкий поцелуй. В смысле, так и должно было быть. Эти и эти губы должны были слиться воедино. За хороших друзей, за хорошие времена. За хорошие времена. Чин-чин. Чин-чин. Тебе весело? Еще как. Наши первые разговоры были очень откровенными. Мне нравится, как ты ведешь беседу. И какая ты... Искренняя. Спасибо, что заметила это. Он реально на 46 выглядит афигняно. А как тебе, мамочки? Ну, знаешь, я присматривался к парочке. Я был честен с тобой. Ты одна из них. Просто мне казалось, что было трудно привлечь твое внимание. О, потому что я всегда была с Габриэлем. Ну да. Ну, как ты сейчас относишься к нему? Честно. Он забавный. Ну, не знаю. Мы провели вместе время, мы пошли на свидание. Да, было весело, но он мне больше как друг. В смысле... Он еще не пытался поцеловать меня. Мне было хорошо с Габриэлем, и думаю, именно поэтому я до сих пор открывалась только ему. Но ты мне нравишься больше, потому что ты старше. Самый старший сын. Да. Да. Остальные парни для меня больше как друзья. В таком случае, исходя из этого свидания и из того, что я был первым, кого ты поцеловала... Знаю. Такой тебе вопрос. Что думаешь? Знаешь, мне хорошо с тобой, и я думала, что у нас есть связь, но мы еще не провели вместе достаточно времени. Да. Но вот это было весело. Если верить словам Стефани, то она больше заинтересована во мне. На сто процентов. Слушай, я за то, чтобы встречаться с тобой, но ты должна найти для меня время. У нас должно быть еще куча таких свиданий. За больше свиданий, Райан. За больше свиданий с тобой, Стефани. Чин-чин. Иногда лезутся сейчас. Габриэль думает, что завоевал Стефани. Но как можно выбрать не меня? Этим все сказано. Это конец. Оп. В следующем выпуске. А вы тут решили, типа, не озвучивать? Согласен. Нахрена нам слушать озвучку, перевод? Подождите, что-то я не понял. А, они уже начали спать вместе. Типа, вон сынок лежит с кем-то и мамаша с кем-то. Я просто не люблю то, что Келли около 6 метров от меня в твоем доме. Типа, я думаю, что ты слишком много противопротективен. Типа, чикаклом, это тусовщица. А, говорится, что одна и мама, и сын пойдут домой. Типа, как это домой? Ну, некоторых реально мам особо вообще не показывают в проекте. Вот как-то их вот там вот сейчас был момент, вот сейчас покажу. Are you serious? I didn't think anybody was going home. Вот, вот это вот мадам. Вот вообще ее по проекту вообще ее не видно. Может, она в этот раз и поедет первая домой? Ну, вот серьезно. Сколько мы уже смотрим? Третий выпуск? Про нее ни сном не ду. Вообще. Ну, короче, в следующем выпуске не исключено, что будут кого-то уже выбрасывать. Я так понимаю, все те, кто не пользуются популярностью и у кого нету какой-то пары, покидают проект, пока не останутся те, которые будут строить любовь. Ну, наверное, как-то так. Ну что, как вам выпуск? Буду благодарен за ваш лайк, за вашу поддержку. Ну, и до встречи в новом выпуске. Всем пока!